Всем привет! Сегодня меня попросили сравнить две модели колонок по их параметрам и особенности. Это будут Edifier 2750DB и Edifier S1000MK2. Дело не хитрое, приступим! Одновременно я буду собираться на очень важное событие, которое касается моей работы, и параллельно рассказывать вам про эти две модели. Если 2750 выпускается давно и достигает качества за счет специального среднечастотного динамика, который облегчает требования к басовику и твиттеру, то в S1000 конструкторы сделали ставку на более качественный NCH и VCH излучатели. При этом басовик двухполоски пыхтит и в поршневом режиме, выжимая бас из 5,5 дюймов. Одновременно пытается музыкаль воспроизвести среднечастотный диапазон. К которому, кстати, мы оцениваем качество звука с вами. А 6,5 дюймовый буфи 2750, слабоне дует бас, без оглядки на голосовой диапазон, который поручен легкому S-C динамику, с конструкцией, которая конкретно заточена на эту тонкую нежную творческую работу. Ну и твиттерок присвистывает себе там что-то сверху. Он, кстати, 3,4 дюйма. Ему это не в пример легче делать, чем тяжелому интерционному 1 дюймовому S1000 модели. Но, правда, монстр этот с титановой диафрагмой и в мире аудио ценится чуть ли не рядом с ленточниками. Ну и стоит, хавайся. То есть, если сравнить по VCH эти две модели, то S1000 улетит вперед. В VCH, в принципе, алюминиевый диффузор S1000, хоть и не телепается, как флаг на ветру от баса, но если на максимальной громкости, то поет тоже хорошо. Но я бы все равно поставила ничью. А вот по басам 2750 выигрывает битву. Как вы думаете? В том уважении, да и как не выиграет, 6,5 дюймовый, заточенный на глубокий, максимально сочный, громкий бас, вуфер понравился нам больше. Попрошу Юру сравнить настройки резонатора в этих системах. Да, вот смотри, вот импеданс 2750, вот импеданс 1000 модели. Если их сложить вместе для того, чтобы сравнить частоту настройки резонатора, увидим вот такую вот картину. Что здесь любопытного? Что 2750 настроено пониже, допустим, на 50 Гц резонанс, а у 1000 он немножко повыше, но немного, но видите, примерно повторяет одинаковую форму кривая импеданса. То есть оба резонатора настроены очень точно, очень классно, имеется в виду, гармонично, без потерь. То есть вытащено все, что можно было из этого концепта и того и другого. Скорюсь, что есть любители сухонького, разборчивого, быстрого баса, например, для джаза, которые предпочтут по басам звучание S1000. Но для остальной музыки я бы отдала первенство 2750. К тому же они имеют выход для подключения активного саба. Получается вообще убойный набор тогда. Что касается параметров, то я бы не стала их напрямую сравнивать. Системы сложные, с процессорами, активным усилением по полосам. Ну, например, мощность у 1000 120 Вт. А у трех полоски 2750, а что 36 Вт. Значит, она громче? Нетушки. Например, на 1 кГц какая мощность у нее? 14 Вт, а у S1000 35 Вт. Так-то? Обе имеют стандартный набор входных интерфейсов. Так-то у S1000 5 Вт и APTX HD. А у 2750 старенький Вт 4. Зато у S1000 есть поддержка Hi-Res по цифре. Также мне нравится в ней отделка корпуса. В отличие от грубого ящика 2750. Наклонная панель S1000 больше нравится. Это, кстати, для звука полезно. И стенки непараллельные, и диаграмма направленности лучше, и вид ее вообще. Для девочки это важно. Выходит, что трехполоска технически детальнее, а двухполоска ярче и красивее. Звучит и смотрится. В общем, я бы выбрала двухполосную S1000. Ну а вы что скажете? Ах, ну да. Сейчас послушаем, сравним. Ну и тогда решайте. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!